А вот герои следующего сюжета баллончиками пользуются с умом. Красноярец в своем дворе организовал самую настоящую галерею. Вместо холста — стены. Эксперты отмечают, граффити давно вышла за рамки обычной уличной росписи, и сегодня это произведение искусства. Хоть картины из-за погоды и недолговечные. Регина Баймухаветова продолжит тему. Облупившаяся штукатурка, объявления. Очень страшные арки. Арка была. Будущий архитектор Александр Третьяков начал менять город со своего двора. Он — автор картин на улице Павлова. Свой подъезд под руководством соседки расписал еще в школе. Спустя несколько лет в дверь постучал управдом с просьбой. Был районный конкурс, самый благоустроенный двор. И представитель дома хотелось сделать что-то оригинальное. Возникла идея отремонтировать арки и расписать их. Вместе решили дельфины, лебеди и лошади понравиться и детям, и взрослым. Так и вышло. В конкурсе заняли призовое место. На подготовку ушло 4 недели и больше 100 баллончиков краски. Соседи помогали, штукатурили стены. Баллончик с краской может быть как инструментом художника, так и орудием преступления. Вот за эту гусеницу автора оштрафовали на 500 рублей. А заметил нарушителя, проезжавший мимо наряд ППС. Но вандалов, которых удается застать на месте преступления, единицы. А отмывать и закрашивать приходится сотни стен. Вот эти рисунки – это вообще целая трагедия, если можно так сказать. Потому что они наносятся без согласования, они носят хаотичный характер, зачастую даже неприличный. Чтобы стать граффитистом в законе, нужно собрать подписи жильцов. Потом зеленый свет должны дать управляющая компания и районная администрация. Там оценят и материалы, с которыми собирается работать художник, и содержание картин. Оно не должно быть рекламным или излишне комичным. Если рисунок не портит фасад здания, если он вписывается в архитектуру города, ну или в здание самого, мы только это приветствуем. Почему нет, если красивый, хороший рисунок, который поднимает настроение. Рисунки Александра Третьякова так понравились чиновникам, что теперь их можно увидеть из окон администрации. На одной стене по ногу Дню Победы, на другой скоро появится панорама зданий заслуженного строителя Виктора Боровика. Регина Баймухаметова, Валерий Чащин, 7 канал.